Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о ароматах итальянского производства. Непосредственно поговорим о моей любимейшей марке, это Карло Фрачи. Карло Фрачи это балерина, которая выступала в 20 веке и на протяжении многих лет руководила театром Ласкало. И она решила выпустить свою марку парфюмов. И парфюмы у нее очень достойные, очень изысканные и очень пользуются популярностью. Первый парфюм, который заявлен как марка, так и называется Карло Фрачи от Карло Фрачи. Для меня он был, не один флакон, а несколько, я когда-то их носила, для меня он более такой женский. Он платок шелковый, элегантная сумочка, черное пальто и вот он, вот такой. Сейчас я немножко уже отошла от него, сейчас мне нравятся более другие ароматы, о них я сейчас вам расскажу. Но он самый востребованный у них, Карло Фрачи от Карло Фрачи, от этой линейки. Ароматы этого дома сотворены для такой волнующей, такой легкой, такой изысканной женщины, которая знает себе цену, которая игриво себя где-то может подать, где-то такая загадочная улыбка, где-то такой игривый какой-то манкий взгляд, где-то шарм какой-то. Вот такие ароматы этой линейки, как и сама балерина. Утонченная, изысканная, с легкой загадкой какая-то, небольшая загадочность в ней присутствует. Неразгаданная женщина, неразгаданная загадка. Ароматы такие для обольщения, для... Словно какое-то дыхание ветра. Такой легкой, вот женщина прошла, от нее остался такой легкий, не тяжелый аромат, легкий такой шлейф. Сейчас я вам расскажу о барабате Медея. Вот в моей коллекции вот такой аромат Медея, такой красный. Коробки вот здесь такие... Видите, вавилоны. Вавилоны такие на коробке. Бархатные. Открываю коробку. Вензель дома. И дальше сам аромат. Ароматы все вот в таких флаконах. Отличает их только название, которое написано вот здесь на флаконе. Вот здесь написано Медея. Простите, вот здесь. Вот Медея. Отличает крышечку. Здесь, видите, такая окантовка идет красная. Ничего лишнего. Очень достойно, очень приятно держать в руках. Вот они все вот, этой марки, все такие вот флаконы. Аромат Медея выпущен в 2006 году. На создание этого аромата вдохновил балет Медея. Аромат такой волнующий, пьянящий. Он посвящен не просто женщине, а женщине-богине. Такой, как была Медея в балете. Такая загадочная женщина, непростая женщина. Какое-то благоухание первородного греха в этом флаконе. Это очень загадочный аромат. Первозданная страсть. Вечная любовь. Вот какие-то такие эмоции у меня пробуждает этот аромат. Подойдет чувственной женщине, которая знает себе цену. Очень красивый аромат. Очень достойный. Если ароматы Амуаш без затеста я не рекомендую брать, то вот эти ароматы понравятся. На 99% уверена, что понравятся. Потому что они настолько необычные и настолько они ненавязчивые. Стойкость у них хорошая. 8-10 часов. Вот так. Шлейфа особого нет. А вот стойкость у них вполне достойная. Следующий аромат Джульетта. Коробочку я уже не нашла. Где-то у меня затерялось. Тоже вот так написано здесь. Джульетта. Здесь не видно. Вот тут золотом написано Джульетта. И вот тут окантовочка тоже такая золотая. Ну вот флакончики, я говорю, они все одинаковые. Вот такие все. Граненые. Вот такая крышка квадратная. Джульетта создана в 2014 году. Относится к цветочным. К линейке цветочные ароматы. Он такой ягодный. Цветочный. Здесь ландыш, пион, жасмин, кокос. Вот чувствую прям кокос. Ваниль и мускус. Но вот очень много цветов и очень много ванили. Прям вот булочка такая вкусная, вкусная, которую съесть хочется. Вкусный аромат. Очень вкусный. Кто любит ванильно-мускусные ароматы цветочные, он не будет душить. Он не будет навязчивым. Его можно в офис. Его можно в любое время года. Он такой, он очень хороший. Он очень достойный. Он очень красивый. И еще у меня был аромат этой же марки Адетта. Голубая такая коробка. Он более такой водянистый. Ветер, вода, свежесть. Вот тот аромат другой. Адетта называется. И последний аромат, который я хотела бы вам рассказать, это лаура. Вот такой у меня уже заканчивается. Вот, лаура. Тоже итальянская марка. Лаура Бео Джотти. Вот аромат покупал на жару. Когда вечером, где-то на отдыхе, жарко очень. Вот он, он аква. Он аква. Здесь какая-то морская немножко нота. Водянистый, морской, свежий. Но не резкая такая свежесть, а свежесть где-то как будто морской бриз. Очень красивый аромат. Не очень стойкий. Не очень стойкий. Но он и не должен быть стойким. Потому что это оде туалетты, это не оде парфам. Покупала специально вот на жаркую погоду, чтобы никого не задушить, не удушить. Иногда хочется там вечерний какой-то променаж где-то на отдыхе. Просто по городу погулять. Вот покупала на жаркую погоду. Поскольку у нас в средней полосе два года подряд лето жаркое. Вот видите. Флакон какой интересный, да? Как капля сделан такой. Вот он и есть капля. Он водянистый. Он капля и синий. Вот все продумано. У итальянца все продумано. Видите как? Название не видно, да? Пытаюсь вам показать. Лаура. Лаура. Парфюмерный дом Лаура Биаджотти. Вот такие итальянские ароматы в моей коллекции.